Как я сказал, я хочу поговорить сегодня о языке, о тех словах, которые мы произносим. И хочу дать вам небольшое свидетельство. Я не знал, о чем Марк будет говорить, знал немного частично. Не знал, что он будет говорить про язык, про произносимые нами слова. И вчера, просто до самой ночи, я не знал, на какую тему я точно буду говорить. У меня в голове не было никаких идей, все было пусто. И вчера, в домашней группе мы сделали вместе Каббалат Шаббат. И тогда я спросил, какие темы для вас актуальны, что бы вы хотели, о чем я, чтобы мы говорили. И я не получил однозначного ответа. И я сказал, ну ладно, не знаю, о чем я буду говорить, сам так подумал. И когда мы уже оделись и собирались выйти, я был у входа. Саша ко мне подошла, Александра, и сказала, Может быть, ты будешь говорить про язык, про те слова, которые мы произносим. Как мы благословляем или проклинаем, ругаемся. И я сказал, ну хорошо, я подумаю об этом. И тогда, когда я вернулся домой, я увидел, что это связано с недельной главой. И тогда я решил, что я буду говорить на эту тему. И я просто думаю, что то, что она мне сказала, это было действительно от Бога. Возможно, она даже не думала, что в этот момент Бог использует ее. Но так Господь работает. Наша маленькая слово может стать руководством для другого человека. И вот мы возвращаемся к нашему тексту. И как Марк говорит, сказал уже, наша недельная глава сегодня была митсура и тазрия. И я не хочу говорить про проказы и про то, что происходило там. Это не тема моя сегодня. Но я знаю, что практически все, возможно, новые немного меньше. Но согласно традиционному толкованию в иудаизме, что означает болезнь проказа? И почему человек заболевал этой болезнью? Это происходит. Практически всегда говорится о том, что это наказание от Бога. И мы фаршим это митсура, это муци, шем, ра. И митсура на еврейте можно истолковать как тот, кто произносит злые слова. Коров. Это похоже, что это муци, шем, ра. Усе ра лешем шельмишу. Кто-то, кто говорит плохо про другого человека. И если вы послушаете на еврейте, то проказа и злословие, это практически одинаковые слова. И что значит злословие другого человека? Говорится ли здесь только о сплетнях? Что вообще такое сплетни? Вы можете сказать, что такое сплетни? Сплетни тут говорят, услышал одно, сказал другое. Что вы говорите, Эфраим? Сплетни очень много в себе содержит, много уровней. Лифамим, дубар, альзы, ше-ата, па шут селявта это имет. Возможно, ты просто исказил истину. Включите мозг, это невозможно здесь стоять. Вы услышали что-то, рассказали, исказили истину и выставили в злом свете другого человека. А это может быть даже правдивая информация, когда, как Ефраем сказал, не предназначенная к распространению, ты просто открываешь секреты другого человека. Человек поделился с тобой своей тайной, чем-то, что для него очень важно. А ты пошел и рассказал всем, а этот человек не хотел, чтобы все знали об этом. Это очень неприятно, когда такая ситуация происходит. Ты надеялся на этого человека. Ты пришел и рассказал своему какую-то свою очень интимную проблему. И потом, когда этот человек пошел и рассказал про тебя всем остальным, что происходит с вашими отношениями. Ты уже не можешь доверять этому человеку. Тебе уже даже сложно с ним разговаривать. И поэтому, одно из наказаний прокаженного человека, это было его отделение от общества. Потому что то, что он рассказывает другим людям, это отделяет его и отдаляет его от других. Потому что он рушит отношения. И человек, который обиделся на него, он просто отрезает всякую связь с этим мужчиной или женщиной. Он говорит ему, пожалуйста, ты иди от меня, не хочу к тебе приближаться. Я уверен, что вы тоже знакомы много людей, или не много, а может быть, или даже часть людей, что вы знаете, это очень сложно говорить с этим мужчиной, в основном, сказать ему что-то. Может быть, вы знаете многих человек, или несколько человек, с которыми невозможно даже разговаривать. Не, что вы не сможете говорить. Вы просто должны помнить о каждом языке, что вы говорите, не то, что невозможно разговаривать, но тебе нужно взвешивать каждое слово, потому что все, что ты говоришь этому человеку, потом будут знать все. Вы знаете таких людей, правильно? И тогда, или ты просто стараешься не разговаривать вообще с этим человеком, или говоришь очень осторожно. И не только ты это знаешь, а многие знают об этом. Потому что человек никогда не меняется. Человек не меняется. Потому что человек, как с тобой себя ведет, то же самое он делает и с вторым и третьим. И так же, как и ты, другие люди знают этого человека, и так же опасаются рассказывать ему что-то. На что это похоже? А бы на дам, когда был митсура, человек, который был прокаженным, его отдаляли от общества. И каждый раз, когда прокаженный видел группу других людей, которые не были прокаженными, то ему нужно было кричать нечист. То есть люди другие знали, у него есть проблема. Нужно опасаться, чтобы не приблизиться к нему. И то же самое здесь. Когда ты знаешь человека, который постоянно сплетничает, у тебя красная лампочка зажигается сразу. А уберегись его. Очень важно от него немного отделиться. Потому что не знаешь, к чему это может привести. И это было такое предисловие. И я хочу, чтобы мы сейчас вместе прочитали из послания Иакова. Потому что он много говорит о нашем языке. Иакова, третья глава. Братья мои, немногие делаетесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. А לא кулану марбим лекашель, ми ше айнену нюкшал, бедибур, ищь тламу, ве якол ласим ресен лекол гуфо. Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный. Могущий абуздат и все тело. Ины бепьесуси им самим анну ресен, кдэ ше ишмеу лану, ве как манегим анну эт кол гуфам. Ве ины гам ауниот, авшег долот ген венедафот беруох азо. Эгикатан инагу там эля маком шерцая агай. Вот мы влагаем у дила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как несильными витрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет корм чей. Кен гам алашон и вар катан и вы медаберет гдуллот. Так язык, небольшой член, но много делает. По Яков матхил недабер о лашон. И здесь Яков начинает говорить про язык. Вальмузар, но странно, что он начинает о том, чтобы сказать, немногие делайтесь учителями. И я сначала не мог понять, какая связь между неделаться учителями и тем, что здесь написано дальше. Потому что в то время и до сегодняшних дней немного изменилось. Но говорится про учителей, про раввинов, про лидеров общин, про лидеров каких-то групп, которые много учат. про любого человека, который влияет на других людей. У такого человека есть большая ответственность. Потому что он учит, он произносит определенные слова. И Яков предупреждает и говорит, вы, которые учите других, на вас лежит большая ответственность. Это ответственность влияет на жизнь человека. На советы, которые ты даешь. Как ты ведешь его, как ты управляешь им духовные вещи. Это действительно оказывает влияние на человека. Он говорит, что многие, и даже каждый, иногда падает. на все мы много грешим. на иврите написано, что человек терпит поражение, он не всегда преуспевает в том, что он делает. но то, что он говорит, что все это связано с разговором. разговором. Так что мы думаем, что часто мы думаем про какие-то грехи, которые мы делаем. попроси, вы, которые на сих пор, что кто-то погибли, кто-то кого-то кто-то кто-то обманул, вещи, которые более действенны. Есть много разных грехов. Но он говорит, что самый простой грех, в который легче всего впасть, это то, что мы произносим своим языком. Потому что то, что ты говоришь, влияет на других людей. И дальше он продолжает и приводит разные примеры. Он говорит, что вот лошади мы вставляем удила в рот. И когда ты сидишь и едешь на нем, тебе легко управлять им. Можешь управлять, ехать вперед, направо, налево. Почему он приводит этот пример? Потому что нашим языком мы можем влиять на того человека, с которым ты говоришь. Если ты дал определенный совет человеку, и человек поступит по твоему совету, то ты повлиял на него, ты дал ему направление. Это очень похоже на то, когда ты ездишь на лошади и управляешь ею, даешь ей направление. Но, с другой стороны, это не так просто делается. Когда ты не можешь управлять своим языком. Понимаете, понимаете, о чем я говорю, когда мы не всегда управляем тем, что мы говорим. Мы недавно, мы скоро поговорим об этом. Второй пример, который он приводит, он говорит про корабли. Он говорит, что корабли, это корабли, на самом деле, очень большие. Они дефут в руках хаза. И они носятся сильными ветрами. Есть корабли, и когда сильный ветер, то ветер влияет на эти корабли. Если ветер очень сильный, то он может направить этот корабль в какое-то направление, или перевернуть и уничтожить его. Но он говорит, что руль корабля, когда это самая маленькая часть на корабле, но он делает большие вещи, как язык. Посредством руля, ты можешь спасти корабль и привезти его в безопасное место. Что вы думаете, о чем этот руль? Какая мазь, которую мы обращаем на лошадь? И как вы думаете, сильный ветер, что напоминает, когда мы сравниваем его с языком? Он показывает нам пример, сильный ветер, корабль и руль корабля. И сравнивает с нашим языком. Влияние мира. Или общественное давление. Когда кто-то тебе что-то сильное говорит, и тебя это обижает. Это так же, как тот же ветер может поразить корабль. Это слова одного человека, или слова группы, которые вокруг тебя находятся. И когда тебе сказали, ты сердишься, и злишься, тебе хочется им вернуть. И твой язык начинает двигаться. И тебе нужно ответить так же. Ну вот Яков говорит, вот этот корабль, этот наш язык, может привезти тебя в безопасное место, если ты правильно его будешь использовать. Если ты овладеешь своим языком, и скажешь правильные слова, то это приведет тебя в безопасное место. Или если ты не будешь совладать с собой, и ответишь так же, как тебе сказали, или хуже, мы можем и хуже сделать. Мы можем ответить намного хуже, чем люди нам сказали. Намного грубее. Тогда ты получишь определенный результат. Потому что каждое слово, которое ты произнесешь, будет иметь результат. И как этот руль, которым носится корабль, приведет его или в безопасное место, или в большие трудности. И это может уничтожить весь корабль, твое тело, твои отношения. Или наоборот, спасти. Поэтому очень важно, что мы говорим. Я продолжаю читать. Так и язык небольшой члену много делает. Посмотрите, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Так и язык, огонь. И вдруг здесь Яков сравнивает наш язык с огнем. Почему он сравнивает с огнем? Какая здесь связь? Потому что то, что делает огонь, похоже на то, что делает наш язык. О чем здесь говорится? У языка нет расстояния, пространства. Он может причинить боль очень далеко. Тебе не нужно быть на том же месте с человеком. Этот язык может далеко зайти за малое количество времени. Как распространяются слухи? Сегодня что-то сказал, и уже в Соединенных Штатах знают об этом. Что-то с тобой произошло на работе, на других местах работы тоже знают об этом. Что-то произошло с твоим другом в школе, все через WhatsApp и интернет все уже знают. Для языка или для огня расстояние это ерунда. Мы в последние несколько лет у нас здесь в Израиле мы видели результаты огня. Вы помните пожар, который произошел здесь на Кармели? Маленький огонь. Кто-то оставил небольшой огонь без присмотра. И вдруг вы видите, как распространилось и все сгорело. Он перешел из района в район, с одной области в другую. И поразил многие районы. То же самое злословие. Кто-то смотрел, как выглядел Кармель после того, как закончился пожар. Что вы видели? Все было черное. Все было покрыто пеплом. Это то, что наш язык делает. Это мешкар от хаим של אנשים. Это орысит, это как-то, что не лишает клумб для ребенка. Разрушает так, что от человека ничего не остается. Иногда слово что мы не остаемся, не в израилет, не может остановить от хаима ребенка. Иногда слово, брошенное нами по неосторожности, может разрушить жизнь другого человека. Возможно, ты этого не видишь. Возможно, человек находится далеко от тебя. Возможно, человек уже перестал с тобой разговаривать. И ты не знаешь, что происходит у него в жизни. Но одно слово, одно предложение вдруг разрушает его. И он становится как пепел. Много об этом не думаем, и мы не строим себе такие ассоциации в голове. Ты говоришь, ну, сказал, не важно, что сказал. И здесь Яков как я уже сказал, начал с учителей. Потому что те, у кого есть определенное положение, тоже могут какими-то словами бросаться, не думая два раза. Но перед Богом мы все одинаковые. И отношение элементарного уважения к другому человеку должен быть у всех. И когда мы находимся здесь в общине или даже в других местах, я хочу сказать каждому из нас, давайте мы будем относиться уважительно друг к другу. Чтобы мы думали, что мы говорим. Язык похож на огонь, потому что сложно его остановить. для того, чтобы остановить тот пожар, который был, огромное количество пожарников должны были работать. Были технологиями, люди и технологии, чтобы остановить этот пожар. Очень сложно было. и то же самое происходит с человеком, который говорит, говорит и не думает, что он говорит. Очень сложно остановить его влияние. И мы сказали уже, что много людей могут от этого, а у многих людей может причинить зло. Но для того, чтобы исправить это и восстановить это разрушенное, нужно очень много времени и заниматься этим много нужно. Нужно время. До сегодняшнего дня мы не восстановили кармель, так как он был. Подумайте об этом. Это то, что причиняет нам огонь и язык. есть такое выражение. Говорят, что есть три вещи, которых невозможно вернуть. Это выпущенную стрелу, сказанное слово или сделанную ошибку. Невозможно уже вернуть назад. Если стрела была выпущена, она долетит до своего места. То же самое с языком, со словом. Вдруг ты с кем-то сидишь, что-то сказал и думаешь, что я сказал? Ты уже начинаешь просить прощения. И ты говоришь, я не имел в виду, я не хотел тебя обидеть, чтобы сказать, но уже было поздно. Человеку причинена была боль. У меня это происходит, я знаю. Нужно работать над этим, нужно изменить в себе это. Но когда ты причинил боль человеку, твое извини уже не поможет. Потому что у человека уже в голове начали работать мысли у него и свое воображение и представление. Что ты думаешь о нем, что ты сказал ему. Ты уже не можешь возвратить сказанное не твоим прощением, то, что ты просишь прощения и даже делами. Возможно, только время и другие дела, которые ты сделаешь, могут как-то изменить это. Поэтому нужно очень аккуратно относиться к тому, что ты говоришь. Давайте дальше будем читать. язык огонь прекрасно неправды. На еврейте написано прекрасно неправды. Мир неправды. Это мир, в котором есть несправедливость и много лжи. руси тергем это шекер, что это потом маяфе это. Но на русский перевели, что это ложь, которую ты облагораживаешь. Все, что было здесь переведено, перевели из греческого. Поэтому есть два значения тому, что здесь написано. один это приукрасить ложь или оправдать ложь. Это то, что Марк говорил сегодня. Когда ты своими словами можешь оправдать свои злые дела, то ты можешь к чему-то злому направить человека. Как человек может повлиять на другого человека что-то сделать? Как? разговорами другого нет. Другого нет. Другого нет. Есть люди, у которых просто есть дар, и они специалисты в том, чтобы своими разговорами, убеждением влиять на другого человека. Он может тебе предоставить ложь, и ты понимаешь где-то, что это ложь, но он так красиво ее обставит, что тебе кажется, что стоит это сделать. И ты пойдешь и приблизишься к этому человеку, будешь верить ему. и каждый раз он будет так красиво врать, что ты даже не поймешь, что он врет. Если я не знаю, слышали вы, но несколько времени назад макарам, произошло некоторое разоблачение, обнаружили одного парня, который жил в доме, и у него было много женщин. Он в законном браке был с одной, но жил одновременно с другими женщинами. не говорится про арабского многоженца, а говорится про израильтянина, еврея, все женщины были израильтянками. И было у него много детей. И он в отношениях был со своими детьми. И еще дети рождались. выяснили это только три года назад. И его судили, конечно, потом написали книгу про этого человека, сейчас даже сериал сняли. Но он просто был специалистом по убеждению. Знакомился с девушкой на улице. Он знал какое у нее слабое место. И говорил так, что оказывал на нее влияние. и так он оказывал влияние на этих девушек, что они оставляли своих родителей, свои семьи. Отдавали ему все свои деньги. И жили все в одном доме. И все женщины жили с ним в одном доме. здесь может быть женщины которые слышат говорят да я в жизни такое не сделала. Что может мне сказать чтобы я себя так повела. А там эти женщины все были очень образованные. Не какие-то которых на улице он подобрал. образованные женщины с общества. Он эту ложь так им красиво преподносил что они ему доверяли. Но когда они в себя приходили и начинали задумываться и подозревать его они уже не не имели места куда им вернуться. Вся связь со своей семьей и со своими родными была потеряна. Не было уже денег своих ничего не было. Может быть даже угрозы были не знаю. И все там жили в одном доме. Но вот это пример того что наш язык может сделать. Ложь можно описать красивыми словами. И иногда наш грех мы описываем красивыми словами. И это мешает нам признаться перед Богом что мы согрешили. И говоришь ну ладно взял я с работы там у меня на столе валялась все равно никому не нужно было. взял несколько гвоздей с работы. Там миллионы таких. Взял немножко но и что такого? Ты не говоришь я украл. Говоришь взял. Это более привлекательное слово. Это слово которое нет дает тебе чувство что ты украл или согрешил. Мы это часто делаем. Но мы не называем грех своим именем. А нам стоит это делать если ты хочешь стоять чистым перед Богом. Здесь говорится что это мир неправды лжи. Потому что мы гормим это это то что мы причиняем своим языком. Много лжи он может произвести. Много плохих сплетен. язык может построить целый мир несправедливости и лжи. Давайте продолжим читать. язык в таком положении находится между членами нашими что оскверняет все тело. Мы уже сказали что наши слова могут осквернить все наше тело. И тот же пример который привел Иешуа что не есть нечистыми руками аскверняет нас. А то что исходит из наших уст. написано что каждый говорит от сердца и что у него в сердце зло или доброе. Он говорит как вы можете говорить доброе если внутри вас все злое. И наоборот если все хорошо ты не можешь говорить плохие вещи. И поэтому он говорит что за каждое произносимое нам слово мы будем давать отчет. Мы об этом поговорим. И мы цитаем коль галь галь и в тейну в не цевит бээш гейном. Да да галь 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 ави тейну это вся наша жизнь язык может уничтожить всю нашу жизнь или оказать влияние на всю нашу жизнь. Мы говорим что мы видим в результате огня все черное и все пепел. Если ты тот кто говорит плохие вещи тогда ты очень быстро отдалишься от людей это очень окажет влияние на твою жизнь потому что люди не захотят с тобой встречаться не захотят с тобой разговаривать или ваши разговоры будут такими привет пока как дела все нормально до свидания или если ты про кого-то сказал тогда это разрушит его жизнь это не влияет на жизнь это не что-то маленькое что он сейчас себя плохо почувствовал это действительно может уничтожить человека полностью написано что он воспаляется от гиены я хочу сказать что такое гиена мы новые репатрианты все знают что гиена огнена это адская пламя в котором горят все грешники но когда Ишуа и все его ученики говорили про гиену они говорили про что-то другое в Танах есть такое слово гиена это определенное место и когда разделяли племена по местам одно из мест было гиеном никто не знал что это за место думали что был такой человек которого звали гиеном но это место которое находится вокруг стен Иерусалима и что там происходило потом со временем многие многие люди приходили туда и поклонялись идолам и не просто поклонялись когда стояли и молились просто они там сжигали своих детей для богов для видов был самый большой грех который только можно себе представить когда приносили человеческие жертвы и весь этот участок земли он был наполнен огнем и часто Господь говорил израильтянам про это место и предупреждал их и тогда люди поняли что там происходит и когда Иешуа говорит про последние времена он сравнивает с тем гиеномом который там был то есть это какое-то зло которое исходит из человека бунт который ты делаешь против Бога здесь написано что наш язык зажигается от этого зла от гиены то есть то чувство когда ты что-то хочешь сказать человеку плохое это не от Бога оно воспаляется от гиены или наоборот Господь судит когда ты говоришь такие плохие вещи то есть таким образом ты как будто поклоняешься идолам поэтому Поэтому очень важно действительно наблюдать за собой. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укрощается и укрощено естеством человеческим. А язык укрощить никто не из людей не может. Это неудержимое зло. Оно исполнено смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть? Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза с моквы. Так же один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Он говорит, тем же языком мы благословляем и тем же языком мы проклинаем. Он говорит, как такое может быть? В иудаизме, когда евреи морятся, они говорят, благословен Господь, и все общество отвечает благословенно имя Его. Мы так делаем, знаете, да? В молитве Амеда мы так делаем. То есть мы благословляем Господа. Ты полон радости, ты стоишь перед Ним. Но вдруг ты выходишь на улицу и начинаешь ругаться. Ты хозер обойт, и шуфехет כל акас שלך, в клалют, о лиса и о ладиме. Возвращаешься домой и изливаешь весь твой гнев на жену или детей. Это происходит иногда. И даже в семьях верующих. Он говорит, так не может быть. Не может быть, чтобы из-за одного источника выходила разная вода. Не может, чтобы тот же дерево приносило другой плод. А если это происходит, ты должен понять, где ты находишься и какие плоды ты приносишь. Потому что, возможно, когда ты благословляешь Бога, это просто пустые слова. Очень сложно остановить язык. Очень сложно руководить им. Но то, что мы выносим наружу, оно выходит изнутри. Если ты в хороших отношениях с Богом, и ты наполняешься Его светом, тогда из тебя будет выходить добро. Написано, что праведник думает о том, что он ответит. Он думает о каждом слове, которое он собирается сказать или ответить. И, возможно, это то, что нам нужно делать. Когда кто-то тебя просто раздражает сильно. То, возможно, нужно немножко себя придержать. И тогда подумать и ответить. Потому что, помните, что то, что мы отвечаем, может привести нас к буре или в безопасное место. Если ты небольшой огонь, огонек, подуешь на него, то он может разжечься. Или можно плюнуть на него, и тогда он потушится полностью. И все зависит от нашего рта. Все, что мы говорим. Все, что мы правозглашаем, может привести или благословение, или проклятие в нашу жизнь. Мы не всегда думаем, но даже наше подсознание, наши мысли, очень зависят от наших слов. Очень практическую вещь, я скажу вам. Иногда ты говоришь себе, я не могу, я не способен. Возможно, это новая профессия, не для меня, я не смогу. Ты каждый день за днем провозглашаешь эти слова. И эти слова заходят тебе в подсознание. Это как компьютер, где находится база данных. И потом, где-то это выплывает, и твоя внутренность реагирует на это, что я не могу, я не способен. Или, если ты говоришь себе, я не смогу преуспеть, мне будет плохо. Я буду себя плохо чувствовать, мне будет плохо. Ты к себе притягиваешь это зло. То, что ты представляешь себе, ты приближаешь это к своей жизни. Если ты каждый день будешь говорить, сыр, 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 кто-то тебе даст подарок сыр. Они реценят их, хеврик. Серьезно говорю. Попробуйте. Мы просто представляем себе, и то, что мы произносим, и о чем мы постоянно думаем, в конце концов с нами произойдет. И то, что мы думаем, и о чем думаем, мы запрограммируем себя. И если ты начнешь изменять то, что в тебя вложили, и вокруг себя. Возможно, родители, или твои друзья, или кто-то говорили, ну не для тебя это, ты не способен. Это внутрь тебя глубоко зашло. Особенно с детства. И большую работу нужно произвести для того, чтобы изменить это в твоих провозглашениях. Чтобы ты сказал, я могу, у меня будет все хорошо, это произойдет, у меня будет благословение. И это придет к тебе. Потому что тебя это будет очищать изнутри. И поэтому в завершении я хочу сказать, подумайте хорошо про все слова. Потому что то, что есть у нас внутри, мы выносим это наружу. Давайте мы помолимся. Отец мой, я благодарю тебя за твое слово. И я молюсь, чтобы мы смогли его осуществить в нашей жизни. Я молюсь, чтобы мы были как тот праведник, который думает про каждое слово, которое произносит. Чтобы мы могли в нашей жизни ободрять других людей, а не уничтожать их. Помоги нам обуздать свой язык. Потому что написано, тот, кто может обуздать язык, это совершенный человек. И если мы смогли это сделать, мы можем иметь власть над любым грехом в нашей жизни. Это не так просто, Отец, ну дай нам и желание, и силу. Помоги нам и каждый грех называть своим именем. И не приукрашивать его. Мы хотим быть близко к тебе. И отдавать то добро, которым ты наполняешь нас. Во имя Иешуа. Аминь. Главное, будут чудесам. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok